Ну вот и вышел очередной 10 влог разработки игры Dead Matter. Разработчики просят их простить за то, что перерыв между выпусками видео был гораздо длительнее, чем это планировалось. Но ожидание, как по мне, того стоило. В последнем выпуске мы получили гораздо больше интересной информации, чем в любом из прошлых выпусков. А это в свою очередь значит, что мой обзор будет разделён на две части и первая часть обзора уже на ваших экранах. Вы на канале Сурвагер и в этом выпуске вас ждёт. Обзор новых локаций, обзор возможностей маскировки, поговорим о том, будет ли в игре открытый бесшовный мир, а также когда планируется закрытая альфа и ранний доступ. Приготовьте чаёк с бутерами, сейчас будет интересно. Поехали! Перед тем, как мы приступим непосредственно к обзору видеоразработчиков, хочу с вами поделиться небольшой новостью касательно открытого мира игры, а также даты выхода закрытой альфы и раннего доступа в Steam. Этой информации не было в видео, но об этом сообщалось отдельно на сайте разработчиков. Итак, что касается открытого мира игры Dead Matter. Изначально планировалось, что мир игры будет полностью бесшовным, без каких-либо переходов и загрузок. Но время шло и по мере развития проекта разработчики пришли к выводу, что для того, чтобы мир был максимально интересным для изучения, его всё-таки придётся разделить на несколько частей. В данный момент планируется, что будет доступно две карты, карта Южной Альберты и карта городка Калгари, которые могут располагаться как на разных физических серверах, так и на одном физическом сервере, поддерживающем два виртуальных. Южная Альберта будет иметь размеры 16 на 16 километров, а городок Калгари пока что будет иметь размеры 6 на 6 километров, но со временем должен будет вырасти. Делается это для того, чтобы максимально разнообразить геймплей в разных частях мира игры. К примеру, Южная Альберта будет представлять из себя большую открытую территорию. Постройки, группы построек типа посёлков и лагерей, а также городки, тут будут разбросаны по всей огромной локации, в перемешку с лесами, парками, озёрами, горами и прочими природными локациями. А вот карта Калгари уже будет представлять из себя конкретно город. Огромный город с достаточно плотной застройкой, имеющий множество жилых, торговых и производственных зданий и прочие атрибуты подобных локаций. Кроме того, эти карты, кроме размера и плотности расположения локаций, будут также отличаться по множеству других параметров. К ним относятся разные наборы фракций, уникальные наборы событий и, конечно же, каждая карта будет иметь свой набор уникальных локаций, которые мы сможем исследовать. В этом отношении Калгари будет сильно выигрывать, но будет гораздо сильнее заселена зомби и другими врагами, которые будут представлять серьёзную опасность. В то же время Южно-Альберто будет иметь гораздо более обширные территории и более разнообразные природные условия, и враги тут будут встречаться немного реже. Хотя тут также будет доступен для исследования как минимум один город, речь о котором пойдёт чуть позже. Таким образом, разработчики как бы предлагают нам строить базу в Южно-Альберто, а вот за припасами уже периодически посещать Калгари. Что касается первого появления в игре или перемещения между картами, в данный момент это планируется реализовать следующим образом. Перед первым появлением в игре или при переходе на другую карту, игра предоставит нам на выбор несколько точек появления. Изначально список точек спавна будет минимальным и по мере исследования карты мира этот список будет постепенно расширяться. В отличии от ситуации с первым появлением, в начале выживания во время перемещения между картами будут расходоваться еда и вода, а если перемещение происходит на машине, то также будет расходоваться еще и топливо. На то, сколько будет израсходовано ресурсов при перемещении между картами, будет влиять то, насколько будет удалена от границы карты выбранная точка появления. Чем дальше будет точка, тем больше ресурсов будет израсходовано. Так что в любом случае для перемещения между картами потребуется запастись ресурсами. На каждой карте будут специальные точки, активировав которые можно будет вызвать экран перемещения на другую карту. Но об этих местах будут знать все игроки, которые их открыли, а следовательно использование этих точек для перемещения будет сопряжено с опасностью встретить сопротивление в виде реальных игроков. Более безопасно активировать экран перехода можно будет просто пройдя или проехав какое-то время в одном из направлений, в восточном если это касается Южной Альберты или в западном для Калгари, когда ее карта будет готова. Примерно то же самое касается и появление на той или иной карте после перемещения. Самым безопасным местом появления будет любая точка на границе карты. Учитывая протяженность границы, шанс встретить кемперов при появлении на карте будет минимальным. Но тут также можно будет выбрать точку появления где-то внутри города, если мы до этого ее обнаружили. Но так как таких точек будет не очень много, то и шанс нарваться на засаду будет гораздо выше. Само перемещение между картами также имеет логическое объяснение. Между регионами по легенде располагаются огромные пустые территории, не содержащие каких-либо точек интереса. Следовательно путешествие по ним грубо говоря будет довольно скучным и следовательно это будет спрятано за экраном загрузки. Ну вот такая вот логика. Вторая новость касается даты выхода закрытой альфы и раннего доступа в Steam. Закрытая альфа игры Dead Mater опять была перенесена и на этот раз на июнь этого года. Со слов разработчиков этот перенос не планировался, но в последний момент обнаружились некоторые проблемы с искусственным интеллектом зомби, производительностью и другие проблемы, которые могли бы помешать плавному запуску ранней альфы. Тем не менее разработчики утверждают, что игра в данный момент находится в очень хорошем состоянии для пре-альфы. К тому же за последнее время в основные механики были внесены все необходимые изменения и улучшения, что создало прочную основу для подготовки игры к закрытой альфе. Разработчики говорят, что сейчас они уже на 100% уверены в том, что это был последний перенос и в июне этого года закрытая альфа уже точно попадет в руки партнеров для закрытого тестирования. Поживем-увидим, как говорится, полгода не такой уж и длительный срок. А за терпение и в качестве извинения за переносы сроков релиза закрытой альфы каждый, кто поддержал проект на сервисе Indiegogo получит уникальный вариант рюкзака с эффектом снижения веса, который можно будет создать в игре. Если вы также хотите получить такой рюкзак после выхода игры в ранний доступ, вы также можете поддержать проект. Все ссылки будут в описании. Что касается раннего доступа, то согласно плану в стиме игра должна появиться только в начале следующего 2021 года, если конечно в процессе тестирования закрытой альфы не будет выявлено серьезных недостатков. На этом с новостями сайта пока что покончили. Переходим к обзору видео разработчиков. И первое, о чем рассказали разработчики в своем видео, это изменения в локациях, которые получили некоторые обновления за последнее время. Первый набор объектов это здание комплекса Deadman's Flats. Deadman's Flats это самый первый комплекс зданий, который мы частенько встречали в прошлых новостных видео. Это не отдельная локация, а группа локаций, которые можно будет встретить на карте Южной Альберты. Среди них можно будет встретить множество уникальных строений разного размера, среди которых есть большой жилой комплекс, несколько мотелей, разбросанных по городу и другие объекты. Большой жилой комплекс, насколько я помню, будет находиться в центре небольшого поселка в Южной Альберте со своей инфраструктурой, а мотели будут расположены вдоль шоссе для удобства пребывающих в город туристов. Следующая большая локация, которую можно будет встретить на карте Южной Альберты, носит название Кенмар. Это будет самый большой город на карте Южной Альберты и над ним уже проведена огромная работа. Над многими объектами этого городка уже успел поработать новый художник с ником Нихита и его работа, с слов разработчиков, уже основательно смогла оживить строящийся городок. Нихита также успел поработать над сгоревшими вариантами некоторых автомобилей и проблесковыми маячками, которые можно будет использовать при езде на полицейских авто. Как только Кенмар будет достаточно готов, мы сможем найти его на карте мира Южной Альберты благодаря специальным указателям, аналогично тому, как это происходит в реальной жизни. Кроме того, на въезде в город нас будет встречать огромный указатель, который благодаря его размерам можно будет рассмотреть с большого расстояния. В окрестностях городка Кенмар также можно будет найти множество интересных локаций, таких как полицейский участок и некоторые коммерческие здания, которые уже были рассмотрены в прошлых выпусках. Также тут можно будет найти множество домов, которые можно будет оборудовать под базу. Кроме того, в окрестностях можно будет встретить и другие огромные здания, такие как бетонные и перерабатывающие заводы. Эти локации также можно будет использовать под базу, но сделать это смогут только достаточно большие группы выживших. В целом Кенмар еще находится в процессе создания, а вот окрестности со слов разработчиков уже готовы и ждут финальной оптимизации. Следующая локация, которую мы рассмотрим – заброшенная шахта. Мы уже частично рассматривали эту локацию в прошлых выпусках, но тогда это были просто некоторые отдельные ее элементы, иногда даже без текстур. Напомню, эта локация будет представлять из себя заброшенный горнодобывающий комплекс, который будет содержать большое количество загадок, ловушек и препятствий, чтобы пройти которые часто придется применять смекалку. В качестве самых простых примеров можно привести необходимость где-то включить вентиляцию, чтобы очистить помещение от вредоносных газов, или включение насоса, благодаря которому где-то снизится уровень жидкости, что в свою очередь откроет ранее заблокированный проход и так далее. Сейчас эта локация уже начала приобретать завершенный вид и более подробно нам обещают показать все ее прелести уже в 11 выпуске блога разработки. Следующая не менее интересная локация, которую можно будет встретить на карте мира, это разбившийся лайнер. Эта локация все еще находится в разработке. Известно про нее пока что достаточно мало. Из того, что поведали разработчики, стало известно, что в этой локации как минимум можно будет найти черный ящик, который сможет поведать нам подробности крушения и историю людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте, когда начался апокалипсис. Скорее всего это будет статичная локация, для которой изначально будет предусмотрено специальное место на карте, но этот момент пока что не утвержден. С другой стороны, генерация такой огромной локации в случайном месте на карте может быть сопряжена с некоторыми трудностями, а потому на любой карте место крушения лайнера скорее всего будет располагаться в одном и том же месте. А вот можно ли будет тут организовать временную базу, будет ли тут какой-то особенный лут или эта локация будет всего лишь частью истории мира, об этом пока что ничего не известно. И последнее, что мы рассмотрим в этом выпуске, это интерактивность некоторых элементов в зданиях, которые были добавлены или изменены за последнее время. Как вы знаете, здания в игре будут иметь достаточно много интерактивных элементов, среди которых выключатели, розетки, выдвижные, открывающиеся ящики, разбивающиеся лампочки, работающие лифты и т.д. Также к интерактивности элементов в здании относится система баррикадирования, установка ловушек, дополнительных источников света и прочие полезные вещи. Этот список недавно был дополнен еще и так сказать базовыми элементами баррикадирования, но я бы скорее назвал это элементами маскировки, которая также будет играть не последнюю роль для выживания в мире Dead Matter. Для тех, кто не смотрел прошлые выпуски, расскажу немного об этом аспекте игры. Итак, в Dead Matter враги будут определять наше присутствие визуально и по шуму, который мы издаем, независимо от того зомби, это NPC или другие игроки. А потому логично было бы иметь в игре механики, которые помогли бы замаскировать наше присутствие в той или иной мере хотя бы визуально. Уже в первых демонстрационных роликах игры была показана возможность взаимодействия со шторами, которые имели на тот момент два состояния, открыто и закрыто. Игроки в дискорде или вернее сказать будущие игроки предположили, что двух состояний для шторы и ролетов будет маловато и было бы неплохо отодвигать небольшой уголок шторы, чтобы оценить обстановку за окном. Разработчики прислушались и в результате последних правок у нас появится возможность выглядывать из-за занавески не особо опасаясь быть замеченным. Но тут стоит помнить о том, что занавески и жалюзи смогут спрятать нас только в дневное время суток. Так, если в темное время суток стать перед занавешенным окном при включенном свете, то с улицы запросто можно будет рассмотреть наш силуэт. Как это работает вы сейчас видите на экране. Чтобы избежать этой ситуации, в игру была добавлена возможность заклеивать окна газетами. Благодаря этому снаружи уже нельзя будет понять включен ли свет внутри здания, но в то же время мы также лишаем себя возможности выглядывать из окна, чтобы оценить обстановку. Как я сказал ранее, это базовый вариант баррикадирования здания и в будущем нам обещают показать гораздо больше подобного контента. Кроме прочего, благодаря отзывам сообщества в Дискорде разработчики пересмотрели некоторые моменты касающиеся мебели в зданиях и решили предусмотреть возможность разбирать мебель с возможностью потом собрать ее в другом месте. То есть, как я понял, мы сможем разобрать приглянувшийся нам шкаф и потом собрать его на нашей базе из полученных при разборе деталей. Также планируется возможность перетаскивания мебели внутри здания без необходимости ее разбирать, что будет очень полезно, когда нужно будет срочно заблокировать двери или окна в момент опасности. В целом, разработчики хотят, чтобы мы могли использовать для баррикадирования и обороны убежища практически все, что будет под рукой. Если честно, мне сложно представить, как это будет выглядеть в готовом виде, но звучит это уже очень интересно. Ну а на этом первая часть обзора подошла к концу. В следующей части обзора мы поговорим про оружие, транспорт, одежду и самое вкусное, что будет в этом выпуске, это обзор изменений в системе инвентаря, ну и может быть еще что-то. Все ссылки на проект Dead Matter, в том числе Дискорд и странички покупки раннего доступа, вы найдете в описании под этим видео. Ну а если выпуск вам понравился и вы желаете продолжения, не забудьте подписаться, оставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Увидимся в следующем выпуске новостей или на стриме. Всем спасибо за внимание и до встречи!